Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, будь милостив нам грешно, Создавший нас, Господи, помилуй нас. Вячеслав, вы согрешили, Господи, Прости нас, грешных, помилуй нас. Царю небесный, Утешителю души истины, И жи бездесы, И вся исполняй сокровища благих, И жизни подателю, Приди, и все лисяны, И очистины от всяких скверны, И спаси, блажь же, души наши. Господь и Бог наш, слава Тебе за этот чудный день, за это воскресенье, Господи, слава Тебе. Благослови наши предстоящие занятия, дай нам разумение Писания Твоей, Господи, Чтоб Слово Твое заговорило, чтоб оно было живо и действием в нашем сердце, в разуме, на устах наших. Дай нам Твои премудрости, Господи, удали всякую скверность сердец наших, Из ума нашего, из разума, из уст наших. Дай эти заповеди Божьи Твои, Господи, усвоить и применить их в жизни, Для прослевления Имя Твоего Святого. Чтоб мы возлюбили Тебя всем сердцем, всем разумением, всей душой, всей крепостью своей. И возлюбили ближнего своего, как саму себе. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Садимся. Как садились, так садимся. Давай, Нестор. Рассказывай нам 10 заповедей Моисеевых, начиная с 1 и по 10. Я Господь, Бог Твой, да не будет у Тебя других богов перед лицем моим. Вторая заповедь, не делай себе кумира. Третья заповедь, не произноси имени Господа Бога Твоего напрасно. Четвертая заповедь, помни день субботний. Пятая заповедь, почитай отцов и мать. Третья заповедь, не убей. Восьмая, не прелюбодействуй. Восьмая, не кради. Девятая, не прозноси. Всего же, свидетельство на ближню Твоего. И десятая, не жила ничего, что у ближня Твоего. Так, сейчас ты расскажешь 9 заповедей Блаженства. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие, задающие правды, ибо они насыдятся. Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердца, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас Игнатий, и всячески неправильно злословить за меня. Так, аминь. Сейчас давай спросим отдельно стихи Писания, которые у нас. Луки 6, 31. Луки? И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Так, Сираха, 22 глава, 2 стих. Голубь ему подмет, и подобный ленивый, и всякий поднявший его отряхнет руку. Всякий поднявший отряхнет руку. Ей не на название. Так, Сираха, 3, 16. Сираха, 3, 16. А, оставляющий отца, тоже что-то богохульник, и проклят арт Господа, отражающий мать свою. Евангелие от Яна, 3, 16. Тихо, просим, сейчас. Ибо возмездие за грех смерть. Ага. Центр Библии. Тихо, центр. Один из первых стихов Писания, которые вы заучили в лагере еще в том году. Ибо так... А, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел сеть вечную. Иоанн 3, 16. Вот, запомни, чтобы тебя на всю жизнь запомнили. Так, давай, притчи 28, 9. А. Ибо возмездие за грех? Как там? Ну, ты начинал перед этим, когда ты ошибся на Евангелие от Яна, 3, 16. Ага. Ибо возмездие... А, кто отклоняет ухо свое от слушания закона, твою молитва мерзость. Так, ну давай то, что... Тот, который ты сейчас в стихе Писания хотел. Римлянам 6, 23. Ага. Сейчас быстренько вспомним. Ибо... А. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Экклесиаст, 12, 13. Экклесиаст? Да. А. Выслушаем сущность... В руки положены. А. Выслушаем сущность... Всего... Бойся Бога и запомни его соблюдай. Потому что в этом все для человека. Так, молодец. Восхинь, чего у меня нет. Давай, Ефросинь, сейчас будем с тобой заниматься. Давай, первый псалом рассказай. Первый псалом. Блажен муж, который не ходит на свет нечестивых, а не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Ибо в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, который приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что не делать, успеет. Не так нечестивые, не так. Ибо они, как прах, возметаемые ветром с лица земли. Поэтому не устоят нечестивые на суде и грешники собраний праведных. Ибо знает Господь пути праведных, а путь нечестивых погибнет. Слово «среди» там нету в первом псалме. Справился. Вот давай, сейчас туда 120-й псалм рассказывай. «Возвожу очи моих гора. Откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебаться ноге твоей. Не воздремлет хранящий тебя. Не дремлет, не спит хранящий Израиль. Господь хранитель твой. Господь сель твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебе ни луна, а ночью. Господь будет охранять тебя от всякого зла. Сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». «Аминь». 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 «Что ты еще повторяла? Какие стихи и писания?» «Нет». «Можешь рассказать то, что действия заповедей Моисеевых?» «Да». «Давай я тебя буду спрашивать в разнобой. Хорошо». «Давай. Пятая заповедь». «Почитает ца и мать твоя». «Седьмая заповедь». «Не пролюбодействуй». «Десятая заповедь». «Не желаю ничего, что у ближнего твоего». «Девятая заповедь». «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». «Восьмая заповедь». «Не кради». «Шестая». «Не убей». «Четвертая». «Помни день субботний, чтобы светить его». «Пятая». «Почитает ца и мать твою». «Тому же повторяли». «Да». «Так. Третья». «Третья». «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». «Первая заповедь». «Я Господь Бог, кто да не будет у тебя других. Благов под лицем моим». «Вторая заповедь». «Не делай себе кумира». «Так, сейчас заповеди блаженств. «С первой и по девятую». «С первой и по девятую». «Первая. Блаженны плачущие, ибо они утешатся». «Третья». «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». «Четвертая». «Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут». «Пятая». «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». «Четвертая». «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». «Пятая». «Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут». «Шестая». «Блаженны чистым сердцем, ибо они Бога узрят». «Седьмая». «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». «Девятая». «Ой, восьмая». «Блаженны изгнаны за правду, ибо их есть Царство Небесное». «И девятая». «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать всячески неправильно занастроиться на меня». «Радуйтесь и не веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Так, Нестор, сиди прямо. Ну зачем ты в рот сулишь? Зачем ты это делаешь? Так. Что ты еще помнишь? Какие стихи и описания? Давай, Иван Гриотиана 3.16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную». Так, Сираха 3.16. «Кто оставляющий отца тоже, что богохольник, и прокрит от Господа, раздражающая мать свою». Так, Сираха 22.2. «Воловьим помет и подобен ленивый, всякий поднявший его отряхнет руку». Экклесиаст 12.13. «Выслышаем сущность всего, ибо…» «Бойся Бога, и заповеди его соблюдай, ибо в этом все для человека». «Правильно она рассказала или нет?» «Что именно неправильно она сказала?» «Это…» «Когда я говорила это, она…» «Бойся Бога, и заповеди его соблюдай». Когда это все для человека. Ты немного там неправильно сказал. Давай, Фройс, дальше. То, что Иван Глядлуки 6.31. Иван Глядлуки 6.31. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы поступайте с ними. Ибо в этом законы пророки. Ибо в этом законы пророки, это написано в Матфея 7.12. А у Луки написано без этих слов. Так и поступайте, и вы снимете. Все, на этом у него заканчивается. Это ты должна запомнить, что в Матфея 7.12 написано так, с продолжением. А у Луки 6.31 по-другому немножко. Вернее, так же, но без этих слов. Римлянам 6.23. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Сейчас ты расскажи. Римлянам 6.23. Угу. Как? А! И как хотите, чтобы с вами поступали люди? Нет. А-а-а! Только что просит, повторил. Я сейчас скажу. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Я у тебя поставил, мне скучно сидеть. Ну ладно. Молодцы. Давайте мы у вас проверим. Разноброс расскажем. Кашпир. Давай. Проверяй. Десятое. Не желай ничего, чтобы у ближнего твоего. Угу. Первое. Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов при лице мое. Седьмое. Не прелюбодействуй. Девятое. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Третье. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасного. Восьмое. А-а-а. Не кради. Угу. Шестое. Не убей. Кость, мое утро. А ты какая? Вторая. Вторая. Не делай себе кумира. Я теперь. Четвертое. Помни день субботний. Кую мы не назвали. Ну какую вы не назвали? Пятую. Почитай отца твою и мать твою. Да. Пятую мы не назвали сделать. Ну я уже назвал. Все. Так. Теперь девять заповедей горемств. Да. Девятый. Блаженны вы, когда будут поносить вас Игнать и всячески неправильно заслужить за меня. Так. Угу. Угу. Давай, по порядку. Сейчас Фрося задай. Да. Шестая. Шестая. Блаженны чистые сердцем, ибо они Богу узрят. Я сейчас. Первая. Сядь прямо тут. Первая. Первая. Блаженны нищие духов, ибо их есть Царство Небесное. Так. Хочется. Хорошо. Ээээ, седьмая. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены самами Божьими. Пятая. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Восемь. Четвертая. Блаженны алчащие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Угу. Ну, я сейчас. Так. Третья. Блаженны кротки, ибо они наследуют землю. Так. Какую мы не назвали? Вот думайте, сидите. Восьмая. Восьмая. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Угу. Все. Вторая. Вторая. Да, вторая. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Так. Больше никак. Так. Сейчас мы берем вот эти, и все, вот это сейчас проверим. А что проверять-то? Вы должны. Так. Это должны неизвестить. Мы не будем смотреть. Так. А мы не будем смотреть. Сверху 22-2. Воловьем по мету, подобно ленивым, и всякий поднявший его трех метров. Вся. Давай, говори. Первый псалом. Блаженны муж, которые не ходят на совет нечестивых, и не стоят на пути грешных, и не сидят в собрании разводителей. Но в законе Господа волей его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посажено при потоках вода, который приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, не так, но не как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь будет праведным, а путь нечестивых погибнет. Так, теперь я. Села, Ход, 12, 16, или 6? 3-16. А, Селаха, 3-6. 3-16. А, 3-16. Запомни, саму-то, надо запоминать точно. Оставляющий Отца, тоже что богохульник, и проклятый Господа, раздражающий Мать Свою. Какая моя очередь? Луки 6.31 А назову или такое? Или, кажется, что... Нет, хоть 23, да. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с нами. Вот я так скажу, потом... Ты давай задавай, просто. Это тогда больше будет вопросов. Только сидите прямо, хватит. Сядь, сядь, потерпите немножко, сейчас закончим уже. Ну, Нестор, вспоминай. Ну или Ефросин, ты давай вспоминай. Я сейчас. Просит у себя. Нет, она же говорила. Ну, вспоминай тогда. Можно? Давай. Послание Римлянам 6.31 Разве это? 6.23 можем? Ну, Римлянам. Римлянам. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечной во Христе Иисусе Господе нашим. Да. Ну, давай, Нестор, посмотри, что ты там еще? Так. Что ты еще какого вкусно задавал? Луки. Луки 6.13. Мы же это уговорили, да? Только там я неправильно цифру, наверное, назвал. Нет, не так. По-другому это руки. Луки 6.13. 31. 31? Да. Так я уже назвался. Как хотите поступай, да? Можно? Да, да, да. Так я уже рассказал. Слушай внимательно. Слушай внимательно. Всем крылем поправим. 16. Давай. Ты… А, Иоанн 2.16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Моя очередь. Угу. Заботь блаженство, девятое. А мы же разбирали их. Ладно. Псалом двадцатый. Ну, сто двадцатый Псалом я не повторял, надо мне его повторить. Давай. Развожу в отче моих горам. Откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотривший небо и землю. Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя. Не дремлет и не спит хранящий Израиль. Выслушайте внимательно. Угу. Господь хранитель твой. Господь сим твой, а справа руки твоей. Гос... Днем. Днем солнца не поразит тебя, не урма ночью. Господь будет охранять... Тебя. А, нет. Господь сохранит тебя от всякого зла. Сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять тебя от всякого зла. Нет, Господь будет охранять выхождение и вхождение твое. Господь будет охранять выхождение и вхождение твое. Писание. И потом его притчи Соломона 1.7. Называется «Начало мудрости, страх Господний». Доброе разумение у всех водящихся им. Глупцы только презирают мудрость и наставления. Так, место для тебя надо заучивать. Давай, тебе Библия. Но в этом... Самое основное это тебе вот этот первый стих... Первые несколько слов. «Начало мудрости, страх Господний». Дальше ты можешь пока не заучить. Доброе разумение... Вот это вот. «Начало мудрости, страх Господний». Прочитай сам. «Начало мудрости, страх Господний». Все. «Начало мудрости, страх Господний». Притчи 1.7. Притчи 1.7. «Начало мудрости и страх Господний». Страх Господний. И без И. Ага. Сейчас заболела. Нет, стар, сядь-сядь. Ну, потерпите немножко, сейчас уже закончим. Давай, «Притчи 1.7» скажи. «Притчи 1.7». Ну давай, повторяй тогда Сиди, озвучивай Можно мне? А, начало мудрости И страх Господень Ну, начало мудрости Страх Господень Так удаление произносится Начало мудрости, тут лишь керойend, потом идет Страх Господень Нет, иди Тут черточка стоит, тут ее нету Давай Начало мудрости и страх Господень Ей не надо называть, я ж тебе говорю Начало мудрости и страх Господень. Где написано? Притча 1.7 запомни. Повтори сейчас. Притч 1.7. Начало мудрости и страх Господень. Еще раз повтори. Начало мудрости старых Господень. С самого начала. Скажи книгу, главу и стих в Писании. Ой. Не только что ты повторял. Я двумя. Разрешите. Давай, Хоси. Книга Притиславона, 1 глава, 7 стих. Начало мудрости старых Господень. Доброе разумение всех водящихся им. Глупцы только позирают мудрость и наставление. А тебе только первые несколько слов. Подожди, подожди. Зачем тебе? Сиди, повторяй. Притча 1, 7. Притча 1, 7. Ну дальше ты говори. Сначала мудрости страх Господень. Еще раз повтори. Сначала мудрости страх Господень. Нет, ты начни с главы. Книгу назови, главу и стих. Хватит, ты сядь прямо. Хватит сидеть на иголках. Давай. Ну чего тебе с памятью случилось? Тут столько заболучиваешь стихоописания, а тут не можешь запомнить, как книга называется. Книга Притчи. Притча 1, 7. Притча 1, 7. Дальше. Сначала мудрости страх Господень. Еще раз повтори. Откуда? Откуда? С самого начала. Угу. Книга какая это называется? Притча? Да. Притча 1, 7. Начало мудрости страх Господень. Все правильно. Ну ладно, на сегодня хватит. Появляйте молиться. Да, молиться. Благодарю Господа. Давайте, достойно. Достойно есть якова истину, Блажей Тетя Богородицу, признабла женую и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, теснейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим. Безысление Бога слова ручшую, сущую Богородицу Тя величает. Господь и Бог наш, слава Тебе, что даешь в разумении Писания Твоих. Помоги, Господи, чтоб слово-то заговорило, было живо и действенно в нас. Чтоб мы это слово Твое, Господи, эти цветы Твои в Западе применили в жизни. Очисти наши души от всякой скверны, всякую нечистоту удали из нас. Помоги, Господи, нам быть светом этому миру, солью для этой земли. Дай и детям, Господи, разумение Писания Твоих, чтоб они боялись Тебя, чтоб они ходили в страхе перед лицом Твоим. Господь и Бог наш, а нас умудри тоже во всяком деле. И благослови наши братья благорестующих Слово Твое, и возврати их с миром, Игнатия, Николая и Виктора. Пребудь рядом, не оставь никакие. Да будет во всем Твоя святая воля, Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Слава Христу. Слава Христу. Слава Христу. Слава Христу. Слава Христу.